Добрый день, Вера. Некоторое время назад он провел почти месяц в больнице, борясь с так и не названной инфекцией. И был выписан 16 марта, собственно говоря, последняя фотография, с ним датируется этой датой. После этого его никто не видел. Сообщается лишь о том, что он сегодня утром скончался в замке Уиндзор, где сейчас находится его супруга, королева Елизавета II. Давайте послушаем фрагменты с того обращения, которое было записано в Букингемском дворце по этому поводу. С глубокой скорби ее величество королева сообщает о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке. Сейчас в Соединенном Королевстве в Великобритании приспущены флаги, и это будет продолжаться все время до похорон. Пока еще не ясно, когда они состоятся. Судя по тем планам, которые обычно разрабатываются на этот случай, в случае с герцогом Эдинбургским, этот план называется «Форт Бридж». Я напомню, что за каждым из членов королевской семьи прикреплен один из мостов Великобритании в случае кончины. Кого-то из членов королевской семьи обычно звучит сообщение о том, что такой-то мост рухнул. Так вот, сегодня операция «Форт Бридж» началась. И сейчас непонятно, каким образом будут все организовывать, потому что здесь действует ковид-ограничение, связанное с режимом локдауна и ограничение на посещение похорон. Известно лишь только то, что сам герцог Эдинбургский при жизни завещал, чтобы его похоронили на территории Виндзорского замка, и отпевать его будут в часовне Святого Георгия, которая находится там же. Вера. Александр, спасибо. На прямую связи со студией был наш собственный корреспондент в Лондоне Александр Хабаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова